Стальной хват России. Привет большой. Подписчики на канале YouTube. Привет большой. 12 мая. Время уже вечер. 18 часов 40 минут 12 мая. Ну, ребят, не могу удержаться. Вообще, утро вечера мудренее. Поэтому снимаю утром и обзоры, и какие-то фильмы. Ну, в основном с утра все это делаю. Но сегодня такое дело. Валерий Владимирович, привет огромный. Поздравляю с сертификацией. Валера прошел сертификацию Аэромайда. Коком номер 3. Несколько дней назад. Вчера одобрили сертификацию. Поэтому сегодня я... Ну, вы, наверное, уже будете смотреть, пока я еще не разместил видео. С Валериным закрытием. С одобрением Аэромайда. И мы так все с Валерой дружно и быстро делаем, что Валера записал фильм, когда еще не было одобрено. Я, каюсь, этот фильм видел. Хотя Аэромайд требует не показывать испытуемому фильм кому-то, пока они не одобрят. Но мы с Валерой уже старые друзья. Поэтому посмотрел я, как Валера закрыл. Я знал, что его одобрят. Ну, он слишком долго к этому шел. Вообще, как бы, еще несколько лет назад он мог закрыть. И большие силы были в Хвате. И мог и 3,5 закрыть с карты. Сейчас это сложнее сделать. Ну, будем ждать. Надеяться, что Валера все-таки дойдет. И 3,5 закроет с карты. Но на данный момент закрыта тройка. И тройку Валера мне выслал. Ребят, значит, правила таковы. Кому это интересно. Вы записываете предсертификационное видео. Посылаете Аэромайду. Ну, это на сайте у них, наверное, это как-то вы пишете. Заполняете анкету. Отсылаете им видео. Они отсматривают это видео. Если они одобрят, то они вам высылают с Америки за свой счет. Получаете, они вам высылают, получаете эту тройку. И, ну, должен быть один человек минимум. Это как бы судья. Но так как ковид. Так как нельзя это делать в скоплении народу. Так как нельзя это делать в спортзалах, якобы. Там и тех, кого Аэромайд одобрил заранее. Сейчас это можно делать везде. По месту жительства. Главное, чтобы человек один был. Ну, тот, кто снимает, он же и является судей. Потом это заполняется. В какой-то дополнительной анкете. Поэтому, когда они вам пошлют. Ну, то есть одобрят предсертификацию. И вышлют. За свой счет вышлют вам тройку. То, соответственно, вы ее получив. Вы ее оставляете себе. Оставляете ее себе в любом случае. В случае, если закроете. Если не закроете. Если они вам вышлют тройку. Но она будет нанесена поверх логотипа 3.5. Не закрыли. Ничего страшного. Эспандер остается у вас. Поэтому, вот такие вот маленькие, маленькое резюме. По поводу того, как проходит сертификацию на данный момент. Раньше было это в каких-то городах. Там назначены аэромайндом доверенные лица. К ним надо было ехать. Потому что страна у нас огромная. Валере, получалось, надо ехать было с Комсомольска на Амуре. С Комсомольска на Амуре, где он живет в Хабаровске. Хабаровские там люди были. Но это достаточно далеко. А Валера на такие расстояния не передвигается. И он не мог поэтому технически пройти сертификат. В Комсомольске на Амуре, хоть и огромный город, не было никого. Но вот сейчас шанс выпал. И Валера им воспользовался. Ребят, вот, все закрыто. Это мне с Комсомольска на Амуре было прислано. Только что я получил. Поэтому у меня самого большое желание увидеть. Потому что, когда Валера достал из пакета тройку. Ручки тройки практически были по краям этого блистера. Соответственно, я понимаю, что ширина огромная. Валера ничего не делал. Ну, несколько раз сжал. Воздук Комсомольска на Амуре, Дальнего Востока надо по обители раскидать. Все очень быстро, видите. Все он мне упаковал. Я попросил... Ну, как бы, Валере смысла нет. Я там сертификацию прошел. Там, закрывать дополнительно он сможет и позже этим заняться. А ему самому тоже, в общем-то, интересно узнать. Что же ему Аэромайт прислал? Ну, так мы узнавали про Машмонстры. Машмонстры к нему приходили. Он закрывал их и присылал мне. Мы узнавали, что, оказывается, 4 Машмонстра в одной нагрузке. Ну, вот она, Валерина, сертификационная троечка. То есть, никакой смазки пружина не была подвержена. И видно, что сухая нет. Если, допустим, когда смазана здесь и не липкая, то бывает вот как-то липковатая пружина здесь, она не липкая. Валерин только ее смазал. Жидкой магнезией нельзя пользоваться. Только сухая магнезия. Это тоже одно из правил. Широкий. Широкий. Давайте смотреть. Давай, Валера, посмотрим. Троечка. Вот она. Ну, как бы, понятно, что через обители прошло массу троек. Сейчас у меня висит раз, два, три, четыре. Четыре тройки висит на полочке разных ребят. Это у нас Дима Хлюзова. Летчика Жени. И Олега Стула Кускова. Вот их тройки висят. Их тройки висят. А это вот пятая тройка пришла сертификационная. Давайте точно посмотрим расстояние. Расстояние у Валеры было шире. Ребят, понимаете, да? То есть он сжимал с упаковки. А это уже прошло как бы несколько сжатий. Но не обрабатывалось. Поэтому можно прикинуть, какое расстояние было очень точной мере. Какое расстояние было у Валеры? Значит, у меня это 76-80, да? 78 миллиметров. Вот. Три инча. Вот так в дробной системе. 76-80. Соответственно, ну, 77 миллиметров. У Валеры это было... 78 точно при старте. Акабы не 79. Представляете, какая ширина, да? Ровно 19-й диаметр. 19. Не буду показывать в инчах. Ровно 19. Ручки, понятно, 95-е. Ну, так как сертификационные, надо показать. А вдруг не 95-е. Вдруг там на сертификацию другие ручки. Нет. 95-е. Даже немножко меньше. 94-75. Вот. Вот так в инчах. Такие красивые цифры, да? Получается. И пружина должна быть 7-20. Давайте посмотреть. Ну, даже... Даже у Валерии пружина вот такая досталась. Это вот с этой стороны. Чтобы все вы видели. Я переворачиваю. И с этой стороны. То же самое. 7-16, 7-17. Даже не... Даже не добирает. 7-20. Ну, и давайте посмотрим. Ну, и давайте посмотрим. Ну, Валера, посмотрим. Опять же. 77 сейчас. Было 78-79. Ну, 80 вряд ли миллиметров. А, все-таки сжать это было. Сжатий было немного. Валера еще перенервничал. Ребят, вы тоже не нервничайте. Ну, понятно, спортивный тремор. Там хочется, чтобы все получилось. Ну, старайтесь все-таки как-то от этого абстрагироваться. Не кота в мешке. Тем более, если вы прошли предсертификацию, то, в принципе, нервничать вообще смысла нет никакого. Ну, потому что, я так думаю, нервничать надо на пресс-сертификации. Ну, мало ли там... Не засчитает ваше стремление, ваши труды. А когда уже тройка к вам пришла, ну, не закрыли. Все равно она ваша осталась. Ну, давайте посмотреть. Поехали. Давайте посмотрим. Давай, Валера, посмотрим, что у тебя тут. За троечка. Ну, так. Внешне. В общем-то, стандартная. Ну, ты очень правильно сказал. И, если я не ошибаюсь, ты сказал мне эту нагрузку. Все-таки научился уже тоже... Ну, у тебя много моих калиброванных эспандеров. Мною калиброванных эспандеров. Итак, треечка. Вот она. Ну, какая-то накатка-имитация есть. Достаточно, конечно, опять же, мягкая. Ну, с магнезией. 67. 67 килограмм. Валер, значит, ты сжимал где-то 68 килограмм. Это лихо, да. Лихо, лихо. 60-80 килограмм. Ну, потому что вряд ли это 67 килограмм было у тебя. Она у тебя была и чуть шире, и чуть тяжелее. 68. 69 я вообще исключаю. Ну, при такой ширине, конечно, с карты... Сейчас я попробую, на ваших глазах я переворачиваю и замеряю вторую сторону. При такой ширине, конечно, килограммы все чувствуются. А когда еще и плюс нервничаешь, то сил-то вообще теряется, на самом деле. 68 килограмм... 67 килограмм. Очень мощная тройка. Так, по нулям. Поехали. Очень мощная. Ну, сами представляете, да, у меня ниже всех показывает значение, чем вот у всех весовые. То по РГЦ это все уходит за 70. Вот и смотрите сами. Ну, с этой стороны маленько. Даже показало больше. Хотя, опять же... Вот эти, естественно, даглеги... Недаглеги их нет. Видите, вот как бы... Это острая часть пружины. Мы ее тянули. Сейчас. 67,6... 67,6... Получается. Где-то так. Это у нас... Скажем так, сейчас не обработанное, да? Ну, нанесем сейчас магнезию. Видите, уже сам порываюсь сертифицироваться. Но... Не вижу в этом смысла вообще никакого. Абсолютно. Эспандеров хватает. Я сейчас возьму... Да. Слышите, да? Сделаем... Уберем сейчас трение. И посмотрим, что получится теперь без трения. Снимет она нагрузку. Ну, снимает вот последние все замеры. Там просто чудовищно получается разница. На самом деле. До 4 килограмм снимается. Да. Все в присутствии у вас. Вы все видите. Все лишнее протираю. Его смазочка. Она... Вот теперь... Меж витков вы видите. Влага. Это еще раз... Мультифункциональный силиконовый... Силиконовый спрей. В автомагазинах, ребят... Стоит очень... Очень недорого. Все. Давайте сейчас... Ну, еще... Пару раз сожму. И замеряем нагрузку. Потому что вряд ли тут по расстоянию ударит. А вот... По нагрузке... Сначала та сторона, которая показала меньше значения. Давайте посмотрим. 67,6, да? 66,7. 66,7. Ну, поехали. Вот теперь, что с силиконом получится. Силиконом, силиконом. Убрано, но, скажем так... Не сильно, но достаточно. Вот так вот. Касания нет. И вот... Скажем, скругленная часть, на которую я давил... Она немножечко покороче. Ну, слегка незаметная. Это, естественно, для нагрузки. 0,65... 65, 67. 2 килограмма убрала. 2 килограмма. И давайте посмотрим ту сторону. Вот так, Валер. Ну, а ты сжимал... Соответственно, минимум на 3-4 килограмма сильнее. И еще при том, что это трение, не смазанные пружины... Дожим, соответственно... Ну, более тяжелый. Так. Теперь острая часть. И вроде бы как, типа, чуть даже длиннее. Ручка с этой стороны. Смотрим, Валер. Смотрим, ребята. Вот сертификационный эспандер. Именно сертификационный. Который был прислан из США. Для прохождения сертификации. Вот так. А смазка... Смазка уравнялась и все дела. И сделала. Вот так будет уже правильно. Вот так вот. Троечка. Нет дожима. Ну, в смысле, нет касания. Чтобы... Значение неправильно. Вот эта острая часть. Ну, зато теперь 65 килограмм. Вот так, ребят. 65 килограмм. Вот теперь стало справедливо. Опять же. Несмазанный эспандер. Мог показать с двух сторон немножко разные значения. В силу... Того, что пружина сухая. И, допустим, она с одной стороны... Она суша, чем с другой, допустим, стороны. Это вполне вероятно. Шевалера, так что... Ты закрывал килограмм 68. Я думаю, что где-то 68. 65 после смазки. Произошла ли усадка по расстоянию между... Да вот, нифигас. А вот усадка по расстоянию, в принципе, никакой особо и не произошло. 76,5 миллиметров. 76,5. Вот такой сертификационный эспандер. Ну... Еще раз, Валер, тебя поздравляю. Все-таки ты... Заслужил. Чтобы быть сертифицированным. Я вот маленькую попытку... Без магнезии. Палец съезжает. Надо магнезию. Но не хочется... Дальше... Наносить... Свою магнезию на ручки. Все. Валер. Вот такое... Вот... Вот такие испытания. Вот такие замеры. Вот так, ребят... Проходит сертификация. Я рассказал, как она проходит. Ну... В общих чертах. Валер, давай... На три с половиной. Замахивайся. У тебя для этого все эспандеры есть. И... Тоже присылай. Будем снимать. Там 76,78 килограмм попадется. И закроешь с карты. Все, ребят. Всем здоровья. Встречаемся в обители. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok